В рамках программы диспансеризации с этого года жители региона смогут проверить репродуктивное здоровье, причем совершенно бесплатно, обезопасить себя от бесплодия, своевременно выявить заболевания на раннем этапе, предотвратить развитие патологий, восстановить репродуктивную функцию и не только. Задача проекта не только в полноценной всесторонней диагностике здоровья, но также и в информировании, в привитии привычек правильного здорового образа жизни, в формировании культуры контрацепции, в формировании культуры правильного здорового поведения полового. То есть в принципе все, что должно способствовать созданию здоровой семьи. Медики отметили, на профилактические осмотры молодежь идет не очень-то и охотно. Основная доля пациентов, а точнее пациенток, приходится на женщин от 30 и старше. В основном обращаются уже с проблемой деторождения. А ведь ее можно предотвратить. И репродуктивная диспансеризация как раз на это направлена. Кстати, в зоне риска и мужская половина, как минимум из-за банального стеснения прохождения осмотров. Хотелось бы привлечь больше внимания к данной диспансеризации мужской пол. Ездя по районам, мы обратили внимание, что в основном приходят на приемы мужчины, которые 80-х, 70-х годов рождения. И совершенно мы не видим молодежь. Поэтому медики также призывают молодых людей пройти диспансеризацию еще задолго до планирования будущей семьи. Специалисты смогут оценить возможные факторы риска и разработать профилактические меры во избежание бесплодия. Если семейная пара уже состоялась, лучшим решением будет пройти диспансеризацию вместе. Это актуально в любом репродуктивном возрасте. Репродуктивный возраст несколько изменился. Это от 18 до 49 лет. И каждый желающий, кто не реализовал по каким-либо причинам свой репродуктивный потенциал, может обратиться в поликлинику по месту жительства, пройти диспансеризацию. Репродуктивная диспансеризация осуществляется в рамках госгарантии. Цель одна – укрепить репродуктивное здоровье населения еще до появления проблем. Пока конкретных сроков у программы нет, поэтому она вполне может стать постоянной медицинской профилактикой и полезной привычкой для тех, кто думает о будущем.